Экспириенс, почему это важно? Потому что чем больше взаимодействий у вас с клиентом, точечно, тем больше у него формируется ваш компания мнение. Пусть он к вам обратился, написал когда-то, что-то не заработало, или позвонил, или увиделся. В зависимости от того же сервиса, важно понимать не только, что когда-то кто-то отвечает на телефонные звонки, либо имейлы, либо чат. А тут даже вживую, когда вы общались с клиентами, это тоже играет вашу роль. И важно понимать, что клиенты есть двух типов. Есть внешние, которым вы продаете, а есть внутренние, с которыми вы работаете. Вот, грубо говоря, сотрудники, некоторых сотрудников можно отнести и назвать их внутренними клиентами. И то, как вы с ними работаете, очень важно. Почему очень много компаний, например, работают над брендингом, потому что им важно то, как они будут привлекать не только клиентов, чтобы те покупали те услуги, но и сотрудников, которые бы потом приходили и хотели работать в этой компании. То есть, опять же, не что мы продаем, то есть не что мы делаем, а каким образом мы, собственно, это делаем. И здесь уже у нас есть два тоже пункта. От того, как мы это делаем, у клиента постфактум остается впечатление. Понятно было, либо пикпозитивное, либо негативное. И здесь очень важно, что, не важно, покупает ли клиент билет на самолет, покупает ли клиент клубнику, я не знаю, покупает ли поездку на Uber, не важно, сколько он платит, очень важно, какой он в конечном итоге получил от этого эмоциональный, скажем, всплеск. Хорошо ли я проехалась на Uber, либо же мне погрубили кто-то, прошла ли у меня карточка, когда я покупала билеты, или нет, я не знаю, там, все ли прошло гладко, или нет. То есть, в зависимости от того, как мы что-то продали, как мы обслужили клиента, у него остается, соответственно, его отношение к нашей, в вашей данном случае, компании. И здесь интересный момент, мы говорили по поводу дорогих, кстати, продуктов, в прямом сервисе. Вот для некоторых клиентов, особенно у нас в Украине, вообще не важно, предпочтаю, считается, Украина, это мне прямо аж больно от этого, что у нас, ну это правда, нет сервисов. То есть мы позвонили в интернет-магазин, а нам говорят, алло, я сейчас спрашиваю, а алло, а куда я звоню? А куда вы звоните? Я говорю, в интернет-магазин. Ну да, мы попали, я говорю, а вы могли бы представиться? То есть вот эти все мелочи, они просто портят клиентский опыт. Мне второй раз не хочется в этот магазин звонить, потому что я не чувствую себя там клиентом, скажем так. Соответственно, когда мы уже предоставляем какой-то сервис, то, ну, клиент его, в зависимости от его ожидания, либо предпринимает, либо не принимает. Намного сложнее, если у нас есть сервис, а мы будем говорить, например, о клиентом сервисе, о том сервисе, где мы немножко платим больше. Например, для людей, которые ездят в бизнес-классе, летают в бизнес-классе, важно не получить позитивный опыт, а не не получить негативный. Они не хотят видеть, что там экономно творится, что там дети плачут, что там еще что-то. Неважно, они этого боятся, они просто боятся получить негативный опыт, поэтому они готовы платить намного больше. Забегая наперед, у нас много есть клиентов, которые, не могу сказать, монетизировались, но которые дозарабатывали за счет того, что они продают премиум сервис. И люди часто покупают премиум сервис, скажем так, вот золотой унитаз, не потому что они хотят этим пользоваться в будущем, а просто потому что, ну, им нравится статус, например, у меня премиум сервис. И неважно, он может никогда им не воспользоваться, но деньги потратит. Есть исключение из правил. Исключение из правил, когда сервис вообще не важен. Это монофолия. Печально тоже, та же ситуация. Звоним мы в Киевэнерго или в Киевгаз, и нам неважно. Ну, типа, нам может какая-то Галя ответить на вопросы, погрубиянить, но нам все равно нужно заплатить за счет. И нету другого Киевгаза, на данный момент пока что, нету Киевэнерго, который бы закрывал нашу потребность. Соответственно, если мы что-то не заплатим, нам приедут, отрежут электрическое электричество или еще что-то, и мы это не получим. Соответственно, только в том случае, когда есть полное монополие, сервис не играет никакой роли. То же самое, например, у нас на улице был варек с отвратительными сэндвичами, просто отвратительными. Не так как у нас не было где кушать, все ходили туда, иногда эти сэндвичи были просрочены, иногда еще что-то, но все мы их покупали, потому что не было опций других. Оказывается, напротив них другой варек у нас. И там свежие сэндвичи, там такая девчонка веселая работает, и всегда там говорит, а не надо мне мелочь, в следующий раз нанесете. И что вы думаете? Мы перестали ходить в первый ларек, все начали просто ходить во второй. Почему? Потому что ходит на чуть-чуть, но сервис улучшился. И это стал, ну, именно вот этот пункт стал очень важным критерием триггера для того, чтобы мы делали последующий выбор. Но это в случае монополия. Как бы если у вас есть конкуренты, если ваши конкуренты обслуживают ваших клиентов чуть-чуть лучше, чем вы, дольше с ними на телефоне поговорят, встретиться лично с ними или еще что-то, то они, соответственно, будут выбирать их. Если вы ставите своим конкурентным преимуществом, ну, как-то, у меня difference, даже, так скажем, маркетинг difference, так дальше, то, соответственно, к вам клиенты будут сами приходить. И оставаться с вами. Привет, опять же. Кто знает компанию, которая занимается, они как онлайн интернет-магазин, сейчас я вспомню, Delivery of Happiness. Никто не читал книгу? Доставка счастья. Сейчас, секундочку. Не помню. Шея. Шея, да. Сео. Как называется? Запос. Запос, да, точно. А то, я книги читаю, я все знаю, хотя у нас почему-то взлом она знает. Запос, да. Кто-то знает вообще веграунд или историю этой компании? Запос. Не знаете, да? Собственно, по сути, ничем не отличающийся компанией. По доставке там обуви, по доставке какой-то одежды. Вот интернет. Но почему они стали такими суперпопулярными? Почему их сейчас все там, я не знаю, подносят просто вверх? Потому что у них customer support, это их просто break, качество, которое, я не знаю, все люди, которые хотят или работают в customer support, они хотят работать именно в этой компании. У них зарплата не больше, чем у других конкурентов, но у них атмосфера. У них полностью как бы настроено на то, что клиент важен во всю округу клиента. Они могут немножко сделать даже больше, чем клиент просит. Вот это как раз состояние вау-эффекта. Когда они доставляют, например, им доставку обуви, они могут положить их крюточку туда. Был случай у них в истории, чтобы озанила женщина, и сказала, мне это не нужно вернуть для эту пару обувь, потому что там у меня, я заказывала мужа, а муж умер. Ну там, в аварию попало и так дальше. Они, конечно, сказали, да, конечно, делать рефан, и customer support, который этой компании прислал цветы с запиской. Ну то есть у них нет обычный такой, скажем, роботозированный подход, а очень интерперсональный, где как раз на первый план они ставят, собственно, клиента. Вот в этом разница. Так, что нам здесь сказал Делорф? Что 75% прибыли социальности нацами выше, чем прибыли в бизнесе, в которой средства без обслуживания. Что это значит? Что это значит? Я сейчас так не помню, что это значит, потому что я не буду на него останавливаться. Так, это я уже не буду выклить. Ага, да, вот этот интересный слайд. Тоже по данным Гартнера. В 2017 и 2018 годах компании планируют конкурировать за счет как раз клиентского опыта. На минуточку. Три года назад этот процент был только 36%. То есть, скажем, вот на сколько процентов увеличилось сейчас, ну скажем так, не только понимание компании, что нужно настраивать клиентскую поддержку, что нужно общаться с клиентами, что нужно не только, я не знаю, решать проблемы, когда уже там куча багов, и ты сидишь там разбираешься их. А и прислушиваются к пожеланиям, вот эти же фичеры, квесты и так далее, что и тому подобное. И как раз за счет этого они их стараются сейчас, ну и будут в ближайшем два года конкурировать. И здесь есть разница. И вот есть разница IT-сервис для IT-компаний, клиентский сервис для IT-компаний и просто сервис. Что имеется в виду? То, что мы с вами сказали. Если это органная компания, которой будет заниматься, которой целевая аудитория именно, скажем, фермеры, то нужно использовать, понятное дело, немножко другой подход, другую лексику. Других людей садить, чем это банки. То есть здесь есть несколько просто типов клиентов, к которым мы можем тоже подходить и находить разные подходы, ключики. Например, когда IT-компании только начинались, и у них был такой курс, все пошли в Индию. Поголовно все поехали в Индию. IT-компании открывали там аудиторию. Сейчас в Индии самый большой BPO вообще в мире, и я недавно делала прогнозы BPO. Что такое BPO? Это бизнес-процесс аутсорс. Это аутсорсинг-гейкл-центры в Украине, аутсорсинг-гейкл-экл-центры в Украине и так дальше. Понятно, что мы к Индии никогда не приближимся, но у нас тоже немножечко растет. Много клиентов приходят с Индии, даже в Украину, потому что у нас европейский менталитет, у нас не такой жесткий акцент. Вот даже у нас есть клиенты из Индии, которые к нам приходят. Но тем не менее, когда только начинался интернет, все ребята поближали по головной библиоте. Сейчас же, скажем так, ни Google, ни Uber, ни, не знаю, Facebook в Индии не побегут и не будут обслуживаться этими компаниями. Сейчас они еще в партнерах. Ну, скажем так, уже больше не быть в Азии или там на Филиппинах, где впервые слышат английский и так дальше. Почему? Потому что есть специфика, есть лексика, которая отличается, есть даже понимание того, как говорить с такими пользователями. То есть мы же сейчас говорим, например, если мы говорим про Аграна, я не знаю, либо же про какой-то продукт, который использует хозяйка, который 60 лет, либо продвинутый юзер, который вообще знает, что такое, то ему не нужно описать, что там на Маке есть Finder, это Blueface Guy. А некоторым ребятам нужно описать, что на Маке есть Finder и как его найти и так дальше. То есть от этого зависит, собственно, каким сервисом мы делаем для этих компаний. То, что я говорила, это персональное общение. Если сейчас, опять, смотрим ДНР, в зависимости от возраста пользователя меняется их желание общаться с представителями компаний. Например, еще пять лет назад самым популярным, наверное, методом это было позвонить. Все звонили, все ставили номера телефона, это дальше. Сейчас много позвонки уходят на второй клан. На первый клан выходит лакчак. Почему? Потому что это быстро, это удобно, тем более, если мы знаем, что агент прямо здесь находится, может решить эту проблему. Второй момент. Так как развивается сошел медиа, очень важно становится общаться и информироваться с клиентами в сошел медиа. Потому что клиент может, на самом деле, в любую минуту оставить плохой отзыв и поменять его будет очень-очень сложно. У нас есть несколько клиентов, которые делятся на несколько типов. Я их называю Finder и Sales клиентов. Вот для Sales клиентов, помимо того, что они хотят, чтобы люди, которые отвечали на телефонные звонки, решали проблемы, делали этих клиентов, у которых были проблемы, адвокатами этого бизнеса, они еще хотят продать что-то, что эти клиенты еще не купили. То есть это больше такой вот Sales клиентов, они более агрессивные и таташнее подобное. Клайент-ориенты, у них немножко другая цель, вы тоже можете для себя решить, какая для вас цель. И они не хотят ничего продавать клиентам, они просто хотят решить проблему. Но как бонус, что они делают? Они просят, чтобы в конце концов, например, человек пошел, оставил ревью-то на Obscore, на Амазоне, на Google Play, в каких-то еще сайтах и так дальше. Потому что чем больше ревью, чем больше фидбэк от существующих клиентов, тем больше у компаний, тем более у новой компании, появляется Trust Level, который очень сложно пройти, если мы не как клиент, не как клиент, не как компания. И, например, мы сейчас находим, я недавно выбирала какой-то там сервис для репетинга, и я зашла на несколько компаний, и там, где я вижу Microsoft, там, где я вижу Dell, в связи клиентов, ну, как бы мне сразу уже доверие появляется. Если никакого нет, например, нет клиентов, в списках лидерской работы, это сложно работать. То же самое вещество. Нельзя дознать, потому что Microsoft не разрешает добавлять. Ну, не Microsoft. А все добавляют. Да, или еще что. Я не помню, я думаю, что все равно есть какие-то проекты. Это все дело есть. Окей. Чтобы правильно спортировать и поддерживать клиента, и строить вот эту, скажем, систему работы с существующими вашими клиентами, очень важно еще и настроить внутреннюю культуру компании. Это понятное дело, что не говорится, когда это человек-компания, когда у вас один или два человека, но когда у вас уже становится 3, 5, 10, то какие у вас будут ценности компании, как разделяют ваши сотрудники эти ценности, и как они дальше проецируют эти ценности на ваших клиентах, это очень сильно важно. Поэтому если у вас уже начнется расти компания, что я вам действительно желаю, очень важно обратить внимание, с первого дня выделить для себя, прописать 10, с 10 выбрать 4, 3 главные ценности, которые вы будете потом проносить для этих компаний, а соответственно она будет озеркаливаться в вашем клиенте. Так, есть несколько компонентов сервисов, пройдемся по ним быстренько. Первый компонент это физический. В каждой компании есть эти 6 компонентов. Физический это тот, который нельзя поменять практически. Ну, если мы захотим завтра поменять, не поменяем, только через месяц или какое-то время. Первый компонент это локация, это паркинг, это, не знаю, там, какие-то сервера, которые нереально там понятия и так дальше, перекинуть завтра на второй день и так дальше. То есть это физический. Второй. Это атмосферный. Как хорошо с вами работать, когда вы заходите, у вас ярко или не ярко, какой у вас ремонт, может у вас пожаропанные стены и так дальше. То есть эмоции от того, например, когда к человеку он приходит. Если мы говорим про онлайн, где нету, например, офиса, атмосферный, может быть же, опять же, тот же человек на проводе, с которым вы общаетесь. Полает он, не полает. Использует позитивную лексику, негативную и так дальше. Так, функциональный, технический, операционный, в принципе, здесь можно их объединить. Это на сколько вы знаете или даже не вы. Вы уже выросли, у вас есть ваши стены или просто сотрудники, насколько они хорошо знают ваш продукт, ассортимент, насколько у вас все быстро работает, интернет, насколько у вас какие будут узлы используют для того, чтобы, в принципе, вашему клиенту было хорошо и комфортно с вами работать. Ну и последнее, понятно, дело, это клиент заориентирован. Так. Как это бывает у нас? Ну, я здесь про клиентов расскажу. Ребят, может вас интересует, чтобы я вам рассказала, как это изначально построить, когда вообще нет у них никакой поддержки. Меня это в слайдах минуту, но так как у вас нету, расскажу вам просто несколько моментов, на которые вы должны обратить внимание. Если у вас нету клиентов, но мы же говорим, мы позитивные, у вас будут клиенты, вы будете продавать, и даже один клиент, это уже у вас есть клиенты, вы должны с ними работать. Что очень важно? Очень важно вести учет этих клиентов. Первое, что нужно сделать, можете давно не смотреть, потому что там такого нет, это немножко другое. Первое, что нужно делать, это выбрать CRM-систему. Customer Relationship Management. Все знают, что это такое, правильно? Знаем. Их много сейчас. И они тоже заточены под то, что вам нужно. Зачем вести учет клиента? Например, опять же, давайте возьмем структуру самую обычную. У вас есть просто имейл на сайте. У человека есть вопрос, неважно, это сейл, предпродажный или постпродажный. У него появился вопрос. Он пишет вам имейл. У вас несколько человек. Соответственно, если вы просто пользуетесь Gmail, или там Microsoft Dynamics, или еще что-то, ну как бы вы видите, вы можете коллаборативно работать над почтовым ящиком. То есть несколько человек работает. CRM-системы такого плана, как, ну опять же, The Desk, Intercom, Freshdesk, Olarky. Их очень много. Они позволяют, помимо того, чтобы работать коллаборативно, видеть всю информацию по клиенту. Понятное дело, что оно будет, как вы захотите. Сохранять это в тикеты, сохранять это в имейлы, сохранять это в threads. Вы можете видеть, сколько итераций было с клиентом. Оно может группировать по названию его вопроса и так дальше. Ну, таким образом вы сможете всегда после решения проблемы, потому что самое главное, что сделать, это решить проблему. Клиента профалагировать. Узнать, все ли у него хорошо. Написать ему попозже. Может быть, узнать его адрес. Очень часто мы делаем, узнаем адрес, высываем открытки, поздравляем, ну как бы физические объекты высылаем, чтобы им было приятно, чтобы они о нас помнили, если это B2B. B2C это, конечно, сложно сделать, потому что очень много клиента. И тут главное просто, как ты дальше будешь его фоллоапить, что будешь ему писать, как быстро отвечать. Соответственно, эти CRM-системы позволяют еще видеть статистику. Опять же, если у вас статистика, там, например, реакция на то, чтобы ответить на имейлы, да. У меня есть вопрос. А есть какие-то CRM-ки, я, например, просматривала их, изучала, мне было интересно для нас, какие вы рекомендуете? Сейчас их огромное множество. А какая для вас самая главная критерия? Что вы хотите там получить от этой CRM-ки? Вы хотите, чтобы там был, например, только имейл или лайвчат? Или имейлы лайвчат? Или имейлы лайвчат и телефонные звонки? Вы хотите... Нет, что-то простое, несложное, то есть минимум функций, но чтобы это было очень удобно. Ну, скажем так, есть несколько критерий, которые выбирают. Понятное дело, по функционалу, по сложности это как раз интерфейсы, неинтерфейсы, потому что я многими CRM-ками пользовалась, ввиду того, что у нас каждый клиент приходится с какой-то CRM-кой, которую он уже пользуется. Это даже такие были CRM-ки, которые в жизни не слышала. Были и кастомные, и инхаусные CRM-ки. И здесь момент были, например, от Zoha или от Salesforce CRM-ки. Я никогда в жизни не буду рекомендовать, потому что месяц можно потратить, если не больше, чтобы просто понять, как она работает. Ужасно плохая. Соответственно, я выбираю по следующим критериям. Понятное дело, по удобности, и потом, насколько их легко интегрировать, потом можно будет везде в Slack, в Gyre, в Confluence, и еще куда мне только-нибудь захочется. И третий момент по стоимости. Конечно, самая лучшая CRM-ка... Ну, это же не CRM-ка, это самое трендовое сейчас решение. Это Intercom. Ой, я там записываю. Но оно не супер такое, оно прайс-лес. То есть оно чуть-чуть дороже, чем тот же, скажем, Groove HQ. Нет, нету карандашика. О, подай мне, пожалуйста, как раз. Groove HQ. Что-то такое. Это тоже такой вот типа Help Desk Software. Ой. Так, Groove HQ. И они на самом деле делают кривую работу, и у них недорого. Эту компанию, например, даже интересно будет, если вам, ребят, не нужна CRM-ка, почитать их блог. Эти ребята стали популярны, не то, что популярны, но они... Сео этой компании решил сделать хитрый ход. И он решил отписывать полностью, поставил свою цель, milestone, и описывает полностью пути, как он к этому идет. Первый его milestone был от 100К в месяц. Он расписал, как он дошел до этого. За год или за два. Сейчас у него milestone 500К, и у него ты заходишь каждый день, ты смотришь, где там расстрелочка от 500К. И у него там сейчас уже 490 с чем-то как. И он лично пишет блог, где он расписывает фейлы. Как они... У них ремонт-команда, они про это промоутят. Это, я не знаю, нужна ли вам или не нужна. Просто как будет, чтобы для вашего рассмотрения. Пишет плюсы-минусы. Ремонт-команд. Пишет про их культуру, про оперативную культуру, как они вообще делали. Про... Как они первый раунд инвестиций подняли. На что нужно обращать внимание, как убрать инвестора. В принципе, вот так вот сесть, почитать, подписаться, раз в неделю читать его блог. Ну, действительно, очень-очень интересно. Собственно, про это я узнала сначала о их блоге, а только уже потом о их системе. Дальше. Очень прикольная Help Scout. Тоже. Даже не знаю, кого я любил больше. Но именно Help Scout все-таки тоже люблю. Help Scout. Удобная, гибкая. Как хочешь, так и пользуйся. Зан-деска, хэш-деска. Ну, не знаю. Это, я считаю, уже немножко в прошлый век. Они там индийский сеппорт стал. Мне как-то не очень нравится. Help Scout и Олак. О-лак. Ну, на первом месте, конечно, Интерком по своему, скажем, инновационности. Интерком впереди всех. Вот. Собственно, это мои любимчики. У нас, например, у нас в Сайнхаусной сервисе система. Но все, кто приходят в клиенты, тут, конечно, вот то, что нам нравится. Итак, первый пункт есть. То есть, если у вас еще вообще ничего нет, выбрали себе CRM-систему, синтегрировали ее с вашим фитбоксом, и дальше работаете в CRM-системе. Все входящие, исходящие письма, вы работаете командой, вы можете назначать группы, вы можете там, как везде, собственно, доступ выдавать, и так далее, что-то подобное. Второй момент. Сразу же где-то написать или начать формировать ваш такой вот трабл-шутинг, QA, или как вы хотите, так его и называйте. Мы для этого использовали, в принципе, раньше Google Docs использовали, но сейчас мы начали использовать вики-доки, вики-вики, вики-вики. Доку-вики. Да. Вот. Он открыт, его тоже можно использовать, очень удобный, в принципе, по продуктам его, по клиентам, создаем там доки, информацию, FIQ, и, соответственно, постоянно ведем, ведем и ведем. То есть, это будет документ, который, если вы уже, как человек-компания, у вас появится необходимость в том, чтобы вы нанимали, скажем, внешнего какого-то сотрудника, который будет заниматься непосредственно customer success, customer support и так дальше, то у вас уже есть какая-то документация, потому что потом симуляцию создавать, в голову вам залазить, это будет, ну, как бы, просто время все впираться. После этого вы можете тоже выбрать для себя принципы, values, которые вам важны. Ну, то есть, опять же, вам важно в клиентами, например, чтобы они вам верили, вам, ну, например, trust поставить себе, важна лояльность клиента, важны какие-то критерии, которые именно важны для ваших клиентов. Например, поставить recurrent, чтобы вас клиенты только вас покупали, никого, да, никого больше. Но я честно вам скажу, по своему личному опыту, я в последнее время стала вообще не лояльна. Если мне что-то не нравится, ага, не нравится, до свидания, пока. Раньше я вообще не оставляла на Фейсбуке отзывы. Сейчас и еще такой паранормальный факт. Оставляют отзывы больше людей, негативных, чем позитивных. У вас может быть 10, скажем так, 9 клиентов, которым все понравилось, а один не понравился, этот один обязательно поставит. Вот как-то так. Четвертый момент. Ну, это уже когда чуть-чуть больше клиентов есть. Ну, я не люблю это называть как survey, анкетирование и так дальше, но таким образом знакомиться с клиентами, ослать им формы какие-то на 2-3 минуты, с внимательными вопросами, которые вы знаете, можете им задать, потому что они уже пользуются вашим продуктом, чтобы узнать, что можно еще или что они хотят и так дальше. Вот этот факт очень часто есть недооценен, потому что думают люди там, что там клиент может знать, не знать и так дальше. Только про какие-то там неполадки сообщают и так дальше. Но нет, очень часто бывают клиенты, которые словятся прям фанами, фанами продукта. Кстати, вот пример сейчас с автуриновой, в этой санглане, у нас есть, сейчас я не знаю, есть ли они, не есть. Это кто-то прорабатывает на санглане, если я не очень уважаю вам рассказал. Компания Софторина, один из наших клиентов. Ребята, верьте, не верьте, появились они 2-3 года назад. У них есть фаны, просто фаны, которые у них на Facebook страдечки, они так настолько любят их продукт, что они там готовы и все бетли тесты бесплатно и рекомендовать их везде. Что ребята же Софторина сказали, блин, мы этим фанам просто закажем футболки, отошлем футболки, потому что, ну, эти ребята, ну, нас такливают, что мы не можем это оставить просто так. Очень важно для компаний, которые уже растут, выходят на международные рынки, наличие 24 на 7 поддержки. Ну, это такой бы, приятный бонус был бы для компании, для клиента. Опять же, если мы выходим на международные рынки, если разница во времени, это дальше, что мы подобное. Если мы хотим решать проблему быстрее, наличие 24 на 7, конечно, ну, играет роль. Второй момент, например, именно в компании Софторина. У них появился человек под названием Джош Браун. Он вышел с моей компании, с SupportiveRap, а потом, скажем, развился, как маркетинг-директор в Софторина. И что он делает? Он от своего имени, со своей фотографии, всегда отписывает имейлы. Потом может профалапить даже клиента на Твиттере. Говорит, там у вас была проблема, ну, решилась, не решилась, хотите, не хотите. Что он стал как бы таким медиумом между клиентами и компанией. То есть, от него имени ведется переписка. Он такой вечно позитивный, он не где-то скрывает свои контакты, у него на там, на сайте его скайп есть. То есть, его очень легко найти. И клиентам это очень сильно нравится. Ну, и, соответственно, они начали, они считают, как бы компания Стрейна считает, что самым эффективным для них каналом продажа это есть в данный момент имейл рассылжек. Почему? Потому что у них уже есть конкретная база пользователей, и теперь они работают с этой базой. Вот они с этой базой работают. Они как офигенно организаренные делают имейлы, и у них сейчас из-за того, что у них появился Джош-протагонист, и имейлы идут от Джоша, который еще недавно решил их проблему, кликрейт и продажи с каждой имейл-компанией в 50-100 раз увеличивают вот эти продажи, продажи, продажи. Только за счет того, что у них есть, ну, как бы Джош, 24 на 7, и эти имейлы рассылки. Вот. Это спасибо по презентации. Продолжу, наверное, по тем пунктам, что еще можно добавить. Про корпоративные ценности я сказала. Еще такой момент. Вот. Что мы последнее делаем. Это LMS-платформа. Learning by business system. Если у вас уже не один, а несколько агентов, ну, саппорт-агентов или людей, которые отвечают на запросы клиентов, телефоны, задки и так дальше, у нас, например, нету, не то, что нету ресурсов. Ну, наверное, иногда их нету, а иногда просто повторение не нравится, что мы этот процесс обучения нового сотрудника нашей компании полностью автоматизируем. Автоматизируем это за счет LMS. Learning Management System. Программ, где можно добавлять, скажем так, курсы, один раз сделать такой вот курс по обучению продукту или по overview продукту, добавить какие-то кризисы, тесты в конце, и потом, собственно, уже на готовом постоянно новый клиент, новый агент, новый сотрудник, мне нужно другого человека, чтобы это обучалось, он просто смотрит это видео, смотрит курсы, а в конце просто проходит собственно там квизы и так дальше. При этом мы видим прогресс, мы можем это все дело менять, и нам не нужно ставить другого человека, типа, какого-то сперва израиля, мне сидеть и рассказывать, что у нас в компании. Потому что раньше, когда мы появились я была customer support, я была HR, я была уборщицей, наверное, я была бизнес development, я была sales. Когда у меня появился HR, я проводила второе интервью, и, соответственно, учила еще людей чего-то там. Появились другие люди, которые начали других людей учить. Это дальше. Сейчас это порядка 150 человек, и, ну, как бы, мы понимаем, что, в принципе, повторять одно и то же не хочется, но пройти все пункты, которые нужны человеку, который попадает в новую компанию, необходимы. Например, что это за компания, какие наши ценности, как минимум, например, работать с клиентами, что такое телефонный этикет, какие правила есть по работе с трудными клиентами и так далее, что подобное. И чтобы это другому человеку не повторять постоянно, мы сделали один курс, и он работает. Этот в разрезе автоматизации. Вот. Что и еще. И в принципе, да, здесь все. Ребят, если у вас есть вопросы, то давайте просто не знаю специфику, что еще вас интересует. Да, у нас еще есть 20 минут, я думаю, где-то. Все? Вопросы нет? А давайте я его подоживайте. Я так понял, что вы специализируете на оказании поддержки. Вы можете в двух, трех каких-то выражениях дать основу, чтобы стоимость ваших услуг посчитать? Скажем так, ну... Вот, к примеру, мы хотим заказать ваш субпорт, да, сколько это будет? Я вопрос прекрасно поняла, на самом деле, я думала, тут можно его было обыграть, а дальше. Но мы практически не работаем за проектом. Ну, как бы, потому что, опять же, выгоднее зачастую компаний в Украине найти человека, который будет это делать самостоятельно. Почему у нас клиенты, например, в Украине только на Тедклюбе еще большие компании, потому что у них идут затрат офиса, амбициративные, операционные и так дальше, что им не выгодно, например, иметь внутри компании. Нам же, у нас начинаются, скажем так, чтобы воспользоваться нашими услугами это тысячи долларов и выше в месяц, и это при очень маленьком workflow. А как вот считается количество звонков, да, или нет? В зависимости, у нас, скажем так, кастомное решение. Есть и количество звонков, есть и количество людей, и есть покрытие часов, и так дальше. То есть, мы пытаемся, ну, сначала каждым человеком общаемся, потенциально и потом смотрим на то, что ему вообще надо, и делаем вот такое вот кастомное решение. У нас нету такого там, что прям вот сегодня я могу сказать, сколько это будет, если вам, ну, конечно, я могу сказать, если это уже будет плюс пять, больше людей, и у вас очень стабильный workflow, и так дальше, что вам просто понимаете разницу, что вам не выгодно нанимать людей в себе. А еще продолжение вопроса. А если, допустим, понятно, у каждой компании есть своя специфика, а вы набираете, допустим, сотрудников, ну, каких-то универсальных, да, а как они могут учесть профессиональные тонкости, вот именно этого, вот тот же PetCube, нужно знать конкретно этот PetCube. Смотрите, здесь хороший вопрос, спасибо большое. Мы очень часто раньше набивали шишки. В чем? У нас была проблема, кого нанимали? Скажу так, лингвистов, людей, которые умеют коммуницировать софт-скилами, либо социальный программ, которые, в принципе, английские так себе, но у них таких стронных технических скилл. Мы нанимали и первых, и вторых, и пришли как бы к одному сейчас решению. Мы нанимаем людей софт-верными, софт-верными скиллами, которые умеют разговаривать, которые умеют, у них как бы такой, скажу, психологический бэграунт. Им легче выйти на контакт и общаться, чем у людей с техническим бэграунтом. Почему? Потому что зачастую в сеппорт обращаются люди, которые уже чем-то недовольны, что-то не работает, и я все зло, и срочно мне нужно это решить. Если это просто дериальный человек с техническим бэграунтом ответит, который он может решить, но он не сможет его сейчас клиента комдаун успокоен, сказать, мы сейчас с вами надо не поработать. А вот те первые, которые с софт-скилами, они могут успокоить, может быть, у них не настолько идеальный технический бэграунд, но технический бэграунд легче научить ему, чем поменять, скажем так, пенотип или личность человеческую. Соответственно, мы набираем больше не с техническим бэграундом, но с софтными скилами, и дальше у нас есть общие тренинги. Общие тренинги, ну, скажем так, в этой же LMS-платформе, где я говорила, у нас есть который разбит и поднял. Вот в IT, что такое Mac, Windows, iOS, Android, у нас есть симуляторы, они учатся. Второй, третий день они учатся как раз что такое Customer Subjections, как работать по телефону, какие фишечки есть и т.д. И дальше уже, когда они проходят общий тренинг, общий онборд, они уже учат специфику. И дальше по каждому продукту, по каждому клиенту у нас есть, другие обучающие материалы, курсы и т.д. и есть супервайзеры, которые проверяют их. Это не так, что пришел человек и за день, за два, за неделю начал работать. Нет, у нас занимает 2-3, а то и на 2-4 недели. Но если приходят к клиенту и говорят, нам нужен человек с знанием SQL, знанием Python, или знанием HTML, у нас такие были, и HTML нужен 2-4-7, мы проводили дополнительные тренинги для команды, которая будет собственно работать с этим клиентом. А второе, например, если это не 2-4-7, потому что чтобы обеспечить 2-4-7, чтобы понимали, это нужно минимум 5 человек в неделю, у которых будет иметь смены, 3 смены в день, 5 рабочих в неделю, и так дальше, это 5 человек. Если какое-то требование типа сразу на SKU это дальше, ну, мы просто смотрим с нашего пулла людей, либо с наших существующих людей, у кого уже эти знания есть, выдергиваем с проекта меня более, там, может, он и не нужен, и, собственно, поставляем его в проект, где нужны именно вот эти SKU. Сейчас, скажем, рыночная цена за хорошего кастома Технического сектора в Киеве, ну, там, под 600 долларов в месяц. Если это, там, второго поддержки, то это, может, тысяча долларов. Если это, административные, типа, адхийские, администраторы, типа, настроить удаленность сервер, или еще что-то, то это, еще меньше. 600 долларов получается в месяц, а у вас 4 на 7, то есть 5-4. В принципе, с одного килента, то есть он дает 100 долларов, оплатить и работать. Ну, поэтому мы же не работаем с нашими клиентами. Если поставить какой-то проект, тогда получается, то, в принципе, в принципе, если я говорю, в зависимости от workflow, если нагрузка большая, то да, если маленькая, то нам тоже не богатый. То есть, если мы не берем, например, себе клиентов, которым там нужно два знака в месяц, то мы с таким не работаем. Это даже не small business, это tidy business. Мы работаем уже с medium, где уже есть 20 человек и больше в команде, и просто костный актер будет outsourcing. Во втором уровне поддержки у нас, например, мы пользуемся очень активно TeamView, around, join.me и так дальше, для того, чтобы удаленно подключаться к компьютерам, к девайсам, собирать логи и отсылать уже, оскалировать это к клиенту. То есть, мы насколько внедряемся в процесс работы, не процесса с клиентами, что им остается только фиксить что-то и просто разрабатывать. Еще вопросы? Не вам? Вот. Думаю, что будем рассказать интересного. А могу напоследок рассказать вам интересные два кейса. Первый кейс, это вот как раз в связи с того, какие бывают клиенты. За ним как-то клиент представился, что он священник в какой-то церкви, у него приложение фото-нэшика, и он делает слайд-шоу для того, чтобы показать на семинаре что-то там своим, скажем так, людям. И она полетела. Ну, был там баг такое приложение. И он сначала поговорил, мы сказали, что хорошо, мы сейчас разберемся, посмотрели его логи, сказали, что для того, что ему нужно решить проблему, нужно там переусловить этот приложение. Но никогда не думала, что священники умеют так материться. У нас даже видео, этот аудио остался за мной. Реально, насухо эмоционально, вроде бы я священник, помогите мне решить, я еще с дискаутом купил это приложение, а потом пошел мат-сам-мат, мат-сам-мат. Документная история. А вторая, вот хорошая, приятная история, у клиента было приложение, и кастомер установил себе это приложение, но у него не работало. Не работало по причине того, что у него была старая операционная система. Какая-то такая древняя операционная система, чтобы туда ни одна версия этого приложения не остановилась. Что сделал наш агент? Он каким-то образом не поредился, пошел в Google, погуглил, нашел на форумах самую первую версию этого приложения, о которой мы даже не знаем, то и у нас клиент даже не сказал, что у него когда-нибудь была эта версия, потому что она когда-то была бесплатная. Дал ему эту ссылочку к этому клиенту, чтобы тот установил свою операционную систему. И он заработал. И вот мы все попрощались, все отлично. Проходит месяц, звонит нам наш клиент, в котором мы произойдем юзера и говорит, Дарья, я не знаю, но тут нам пришла открытка с чеком от кастомера. Что сделал этот клиент? Он к благодарности нашему агенту или я написал открытку, отослал клиенту, еще положил чек с той стоимостью, которая действительно сейчас у них на сайте стоит, например, 19,99 на приложении. То есть насколько он был уплощен, наверное, тем, что ему решили его проблемы и даже не исчажили никаких денег. Ну, вот это я считаю победа. Очень приятно. Клиент потом на 10-ом дневе был счастье от того, что мы не на отстане работаем, а как раз интерпроцентально. А вообще технические питания, каким софтом для интернализации корреспублики? Для чем? Интернализации. Перевода мы же сайты не локализируем, а люди, которые у нас работают, они native, native, член, native, ю-герман, не английский. Понятно, а мануалы для всех одноковий, правильно? То есть исходник английский, и я читаю английский и перекладаю на письмо. Есть такой сервис CrowdInn, они в Виннице, в Тернополе не ходят и так далее. У них классный софт, пользуются все разработчики, которые сам подставляют, скажем так, ну, сам решает слова, подставляют и так дальше, заменяют, локализируют и так дальше. Нам же это не нужно. Почему? Потому что мы пишем документацию с нуля, мы потом, если к нам, например, приходит человек, клиент и говорит, что нам нужен на этот продукт только французский еще говорящий, ну, французы приходят, они с нуля тоже начинают это лучше. Суть в том, что написали с нуля, англійськую, например, и французскую, и испанскую, и потом в испанской версии что-то пофиксили, а в английском пофиксили что-то друге. И когда начинается синхронизация, когда таких фиксов есть, это не только сайты. Вы говорите, это сторона клиента. Мы же как Customer Support мы не занимаемся локализацией ни внутри приложения, ни внутри, скажем, сайта, ни внутри Траблшупинга. Вы уже пользуетесь только готовым решением, что вам надал клиент. Ну, как готовым решением, по супорту, ну, что вы имеете в виду, если есть какие-то скрипты, если имеется в виду документация, они надо готовым, мы можем сами написать, но, как вам сказать, такого, чтобы была где-то несинхронизация, такого не бывает, что, например, в немецкой версии есть одни разделы, в испанской инши, а в английской немае никаких инших. Ну, по крайней мере, у нас такого не было. Вам круто подфортило. Вот локализация именно сайта, приложения, ничего такого, это всегда на стороне клиента. Сайт, приложения, да, если support, то, соответственно, мануалы, как вырешивается та или иная проблема, API, там, типа, какие-то хиты, кастыли. мы смотрим, опять же, есть люди, которые ответственны за то, чтобы это все было up-to-date, есть supervisor. они смотрят и, как бы, поэтому... То есть социальная любимая, которая просто пыльнует всю штуку. у нас есть QA-менеджер, который, собственно, у нас есть критерии, по которым мы проводим QA звонков, QA имейлов, лайфчатов. То есть, берем 10% рандомно любого звонка там имейла по специальным нашим алгоритмам пропаганяем, экстраполируем на 100% и видим, какой трекшн, это влияет, собственно, на заработную плату, чтобы не было так сладко. Ну, пожалуйста. Ну, и еще там вопрос. Да. Ну, вы сказали, что вы начинаете работать с 20, там где-то. Ну, у нас в основном проекте 4-5 человек, естественно, пока, скажем, мы не можем Нет, мы не вернемся с тем, ты из двух начинаешь, там, стою. Но, ну, дай Бог, чтобы у всех все получилось. Я хотел спросить, вот пока мы маленькие, да, скажем, и мы не можем себе позволить там аутсорсить наши услуги, можете дать там каких-нибудь, скажем, 10 советов, как нам вот силами трех-четырех человек это организовать вот у себя пока? Конечно. Если у вас 3-4 человека в команде, желательно, чтобы за спорт отвечал кто-то один и чтобы он уделял тому внимание, ну, вы дальше сами решите. Один-два часа в день, например, может быть, один час перед твоей работы, один час в конце, отвечал на support, на request, собирал их, ну, как бы, фичи request и собирал, и так дальше и так далее. То есть, вот это поможет как бы структурировать эту работу. То есть, если это будет рендом, там, имейл пришел, я сразу на него ответил, это будет плохо, потому что будет перефокусировка вашего, собственно, внимания или что-то другое. Если таким образом, когда маленький командир, один человек за, скажем так, он же, например, product, хотя, блин, в стартапах ты занимаешься всем, я это прекрасно понимаю, ну, выделить в стартапе одного человека, который бы, его обязанность будет входить именно в истепорт. И с поделикой обязанности, как я сказала, час перед работой, ну, как, перед работой, первый час работы, час последний, час работы, начальник нефона именно выделить на какое-то промежуток время, чтобы он все скабливал. в начале и в конце. Почему в начале и в конце? Потому что в начале за ночь собираются какие-то мяло, ты приходишь и отвечаешь, там, в принципе, reaction time будет 12-16 часов, и в конце, потому что за рабочий день за 8 часов тоже собираются, и ты можешь и в начале и в начале. И в начале и в начале и в конце. Ну, такие вот самые главные. Что еще можно делать? Можно писать маленький макрос, типа темплейты, которые, собственно, ты будешь потом дальше использовать, чтобы не писать все с нуля каждый раз. Я для этого использую экспант текст, где у меня по, скажем так, аббревиации, которые я ввожу в кейворде, например, я ввела только слово стаб, а у меня сразу первый e-mail, который я пишу там на 2-10 лет, который вечно я писала или где-то копировала. Даже вот этот copy paste это занимает лишнее время. А вот этой комбинацией клавиш я экономлю себе время колоссальное, если взять там потом неделю, месяц и так дальше. Это вы сами что-то писали на пиздецах? Нет, сам описал. А, экспант текст? Да. Экспант текст есть. Экспант текст. Экспандер. 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 Это на Apple, а на Windows тоже есть разные варианты. И phrase, экспантер есть. Ну, короче, он просто по кейворду выдает этот текст. Или, например, слово, вот ваше название компании вы очень часто используете. Или ваше имя, или ваше имя и так далее. И чтобы каждый раз не тайпить ваш фон с имя, вы там две клавиатуры хот-ки нажали и оно сразу появилось и заинсертилось и выдашь информацию. просто так и номер телефона. Окей. Все, тогда, если нет вопросов, пожелаю, чтобы ваши клиенты вас радовали. и... Ну, мы же не будем, потому что так звонков не много по клиенту. Ну, я, уже не отвечаю телефонных звонков наших клиентов, скажем так. Ну, клиентов клиентов. Потому что есть такое понятие клиенты и кастомеры. У меня клиенты это наши клиенты, которые нам платят денег, а кастомеры Это клиенты, юзеры к наших клиентам, которые им платят деньги. Это можно фюзеров называть, можно кастом юберам. Но у меня как-то такая угрозавция. Хорошо, спасибо всем. За вас, спасибо. Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Ой-мой.